20 октября в Минспорте России состоялась рабочая встреча министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и главы Республики Тываш Албана Караола. Основными темами беседы стало завершение строительства спортивно-культурного центра в поселке городского типа Кахем Козылского Кожуна и развитие детского спорта в регионе. Павел Колобков, комментируя итоги встречи, заявил о том, что правительство Российской Федерации приняло решение, что центр в Кахеме должен быть достроен. Для этого в текущем и следующем годах будут выделены субсидии из федерального бюджета. Стоит отметить, что будущий спортивный центр в поселке Кахем не имеет аналогов в регионе. Данное спортивное сооружение сможет собрать более 7 тысяч зрителей в любой сезон. Учащихся из левобережных и правобережных дачных обществ и микрорайона «Спутник», а также районов аэропорта Вавиленского Затона будут перевозить школьные автобусы. В целях безопасности и своевременного прибытия на учебные занятия обучающихся, в общеобразовательной организации города организован подвоз детей по утвержденному школьному маршруту. Всего в перевозках обучающихся задействовано 8 школьных автобусов, оборудованных спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС». Школьные автобусы по федеральному закону имеют право перевозить детей строго по местам, поэтому будут перевозить только по 20 детей за один рейс. По плану, школьными автобусами с начала учебного года производится подвоз 588 детей. Также с 15 сентября текущего года руководителями 2-й, 3-й, 8-й школ и гимназии номер 9 совместно с МУПК из Илгортранс заключен договор по дополнительному организованному подвозу учащихся, проживающих на ЛДО и нуждающихся в подвозе к месту обучения и в обратном направлении. На сегодняшний день в связи с нехваткой транспортных средств на городской транспортной линии Кызылгортранс предоставляет автобусы школам номер 2, 3 и 9-й гимназии только в одном направлении – с места учебы до садоводческого левобережного дачного общества в вечернее время. В мэрии определили место, где будет красоваться новогодняя елка столицы по онлайн-опросу населения Кызыла. Большинство горожан предпочитает увидеть символ Нового года на площади Ората. Главная елка на площади будет установлена до 1 декабря. Вокруг нее традиционно скульпторы смастерят ледяные фигурки, а главный каток будет находиться напротив дома быта. Во всех микрорайонах города также будут установлены катки и елки.